Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Пятница, но несмотря на это мы все равно продолжаем ежедневный разговор о том, как чувствует себя российский бизнес. Может быть, чем ему помочь? Выясним мы это и сегодня. Значит, сегодня у нас интересная тема. Рынок жилой недвижимости обсуждаем мы на бизнес-классе. И у меня в гостях Андрей Иванов, основатель и исполнительный директор Куадро Реал Эстейт. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Олег. Уважаемые слушатели, напоминаю вам. Традиционно вы можете принять участие в нашем разговоре, задать вопросы, поделиться собственным мнением по поводу сегодняшней темы. Для этого есть телефон в студии. Его номер 6510996, код Москвы 495. Также есть интернет-ресурс. Адрес его finam.fm. Заходите в закладки «Комментарии», задавайте вопросы и делитесь собственными наблюдениями. Итак, напомню, сегодня мы обсуждаем рынок жилой недвижимости, ну, наверное, преимущественно города Москвы, поскольку Андрей работает именно в этом мегаполисе. Да, Андрюш? Совершенно верно. Ну, давай начнем. Если можно, ты как профессионал, так сказать, обрисуй нам, как он себя чувствует, этот самый рынок жилой недвижимости Москвы. С удовольствием, вынужден начать с маленькой ремарки. Давай. Мы занимаемся недвижимостью бизнес-класса и элитной недвижимостью, и не занимаемся недвижимостью эконом-класса. Я предположу, тем не менее, да, ты не занимаешься по какой-то причине, кстати, я обязательно об этом у тебя спрошу, но я думаю, что ты ориентируешься в ценах и на эконом-класс, правильно? В целом, да, но постараюсь, так скажем, поделиться. Ну, в деталях нам, да, особо пока нет. То, что знаю. Все-таки начну с близкого нам сегмента, это бизнес-класс, это элита, между ними достаточно такая зыбкая граница. То есть это просто вопрос моды, да, либо называть эту квартиру квартирой бизнес-класса, либо элитным жильем. Или все-таки есть какие-то нюансы там? Дело в том, что нюансы абсолютно правильно ты подметил, что есть, вот, однако разница, мы не можем ее, как бы, совершенно четко разделить бизнес-класс и элиту, потому что нет общепринятой классификации единой. В силу того, что товар неоднородный, ну, если там сравнить, допустим, с рынком акций, да, где акции Сбера и есть акции Сбера, здесь каждый подбирает свои признаки, составляет свои классификации. Вот последняя, так скажем, одна из последних новостей наша российская гильдия риэлторов создала, создала достаточно такую обширную классификацию и так далее. Но все-таки объединим их вместе, и я могу с уверенностью опираясь на наш опыт сказать, что, к сожалению, за последние пару лет на рынке, скажем так, качественного жилья наблюдается стагнация. То есть ничего нового не появляется, да, и старое не продается. Я говорю скорее о том, что разница, или назовем так спред между ценами, которые выставляют продавцы, и ценами, которые хотят видеть покупатели, он достигает порой десятков процентов. Это серьезно. В связи с этим количество сделок последние годы сократилось, сами по себе сделки идут менее динамично, то есть даже время, которое тратится на одну сделку, оно значительно выросло с докризисных времен, когда люди хватали все быстро. Ну да, я думаю, воспоминания о докризисных временах сейчас имеют место в том только случае, если хочется поностальгировать и вспомнить, как это было. Не будет уже наверняка так нигде, и в том числе на рынке недвижимости. Как ты думаешь? Сложно сказать, потому что история циклично, все повторяется, но я сомневаюсь, что в ближайшие 2-3 года мы увидим что-то подобное, какой-то такой горячий рынок, который у нас был до кризиса. Пока все очень вяло текущее, и реально на рынке, скажем так, достигают своих целей те продавцы и те покупатели, которые находят друг друга и смотрят на вопрос рационально, скажем так. То есть умеют найти компромисс, да? Скажем так, как на финансовую транзакцию, рассматривая сроки реализации, сроки экспозиции квартиры, да? В то же время рынок полон людьми, которые выставляют квартиры на продажу, продают их годами, буквально 2-3 года срок экспозиции, который достаточно часто можно видеть. И в дальнейшем жалуются, что кругом плохие риэлторы. Конечно, да. Что же вы мне не продаете, мою квартиру, за такие деньжища, да? Совершенно верно. При этом, когда к ним обращаешься с вопросом, как вы хотите продать, как быстро вы хотите продать, они говорят, как можно быстрее и как можно дороже. Ну, такой достаточно стандартный запрос. Это, кстати, характеризует только владельцев элитного жилья? Ну, то есть какие-то нереальные, судя по твоему рассказу. Или таких товарищей можно встретить на любом? Я думаю, что такой взгляд на вещи встречается и в эконом-классе. Притом, там, наверное, возможно, он даже более распространен. Однако эконом-класс... А, кстати, с чем связано, что там более распространен? Мы говорим о владельце элитной недвижимости, как, ну, наверное, по определению человека, если уж не бизнесмена, то есть человек, который ориентируется в ценах, в рынке, знает, что это такое, да, а владелец эконом-класса, ну, очень часто далек от этого, и поэтому он нереально смотрит на вещи. Готов с этим согласиться. Еще хочу отметить, что действительно владельцы недвижимости более высокого уровня, обычно они, ну, действительно, это бизнесмены, это топ-менеджеры, люди, не первый день работающие, так скажем, с деньгами, с большими деньгами, и они более грамотно смотрят на целый ряд аспектов. Ну, по крайней мере, да, это легко предположить, и тем не менее, вот встречаются такие, да, с которыми сложно работать. Мне, кстати, интересно именно это. Смотри, ты сам сказал, что на рынке элитной недвижимости и, во-первых, срок экспозиции, да, срок продажи квартиры, там, от начала рекламной кампании до, я не знаю, там, заключения договора, это время такое достаточно длительное, да. Более того, по разным причинам, объективным, субъективным, количество сделок в последнее время уменьшилось, и тем не менее, ты вот в этом сегменте и старательно ведешь бизнес, именно торгуя элиткой и бизнес-классом. Есть ли здесь логика? Логика есть, потому что, как неоднократно я слышал, читал высказывания людей преуспевающих и наших современников, и, так скажем, более старшего поколения, надо заниматься тем, что ты умеешь. Так сложилось исторически, что я познакомился с недвижимостью в компании, которая также занималась элитным жильем, потом я работал и с коммерческой недвижимостью, опять же, это была коммерческая недвижимость класса А, класс А+. И надо отметить, что сами принципы, сама специфика работы в классе, так скажем, бизнес или элита, класс А, неважно, как это назвать, она значительно различается и по методам работы, и по качествам, которыми должен обладать человек, чтобы работать с людьми эконом-класса. Это касается и жилья, и прочих, так скажем, сегментов рынка. Ну, то есть, я так понимаю, ну, я соглашусь, если ты торгуешь с жилой недвижимостью, при этом сложно, ну, не невозможно, но сложнее заняться коммерческой недвижимостью, потому что принципиально разные вещи, да? Здесь мы говорим о продаже офиса в магазинах, здесь продажа, насколько я знаю, там и оформление иное, и отношения, наверное, и ценообразование другое. Я бы сказал так, что и квартирами, и коммерческой недвижимостью одинаково высокого уровня будет заниматься достаточно комфортно при наличии компетенции в одном из этих сегментов. Если уходить в, опять же, в эконом-сегмент или, наоборот, рассмотреть ситуацию, когда человек преуспевал в эконом-классе и он переходит в более высокий класс, часто бывает, что требуется какое-то время или вообще не получается у людей, потому что, повторюсь, действительно существует две большие разницы между клиентами, в первую очередь, которые в том или ином классе вращаются. То есть речь идет именно об этом, да, о коммуникативных составляющих, о работе с клиентом, не сколько с объектом самим. В конце концов, да, квартира из 10 комнат, квартира из одной комнаты, ну, можно, наверное, каким-то образом приноровиться, продавая однокомнатные, вдруг вот видел однажды 10-комнатные, ну, в чем разница-то особенная? Здесь ты абсолютно прав, следует отметить, что работой с объектами недвижимости, так или иначе, все мы находимся на одном правовом поле, назовем это так. Конечно. И никакой разницы нет при продаже однушки в Биберево и 10-комнатной квартиры на Остоженке. Совершенно. То есть тот же самый договор условно-группы продажи, те же самые, да, правки БТИ, регистрации в соответствующих органах, все это ничем не отличается, да, кроме того... В целом все аналогично. То есть разница именно вот в этом, в составляющей, которую мы называем работа с клиентом. Совершенно верно. Это своя психология, свой подход и так далее, и так далее. И более того, я предположу, что если действительно рассуждать о том, что человек может этим заниматься, а вот этим не может. Наверное, это еще связано и с его конкретной психологией, да. Человеку, который комфортно общаться с людьми этого класса, вот он тоже вот такой. А другой человек, да, в частности, о тебе мы сегодня будем говорить, комфортно чувствует себя в другом классе. Ну, собственно, мы сейчас в новости на Финаме. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем наш сегодняшний эфир. На Финаме ФМ бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок жилой недвижимости города Москвы. И в гостях у меня Андрей Иванов, основатель и исполнительный директор Квадро Реал Эстейт. Собственно, до того, как мы послушали новости на Финаме ФМ, вот замечательную тему мы с Андреем обсуждали. А в чем разница, да, ну даже не столько в чем специфика самих объектов бизнес-недвижимости, эконом-недвижимости, а в чем разница вот с точки зрения того, кто этим бизнесом занимается, да, есть определенная специфика работы с эконом-классом и работы с бизнес-классом. Ну, как выяснилось, это в основном все-таки упирается в работу с клиентом. Разные люди, да, представляют собственников одно и второе. Андрюш, поподробнее, пожалуйста, расскажи, вот в чем здесь это дело. Я хотел коснуться практических аспектов, которые действительно являются такими яркими сторонами работы с эконом-классом и с бизнес плюс с элитным классом. Во-первых, это агентский договор. Когда человек что-то хочет купить или когда человек хочет что-то продать, это же касается и аренды недвижимости, он заключается агентом или с агентством договор. По этому договору агент обязуется выполнить определенную работу и сразу же следует отметить, что есть эксклюзивные агентские договоры, а есть неэксклюзивные агентские договоры. Чем они отличаются? Эксклюзивный договор подразумевает, что человек обязуется работать с конкретным агентством и буквально он подписывает это сам, что он не имеет права обратиться в какие-либо еще организации и также не имеет права продать, например, продать свою квартиру самостоятельно. То есть он имеет право, но при этом он будет обязан в любом случае выплатить оговоренную комиссию в полном объеме агентству, которое его представляет. По сути, через эксклюзив агентство привязывает к себе клиента на определенный срок. Сроки бывают достаточно длительные, обычно начинают от года. Это опять, извини, это специфика продажи бизнес-недвижимости от года. По поводу сроков экспозиции, любая квартира может продаваться до года, она может продаться и за два месяца, и за полгода и так далее. Агентские договоры заключают, скажем так, с запасом. Но что я хочу сказать. Эксклюзивный агентский договор – это абсолютная норма, императив для рынка эконом-класса. Более того, я не готов, так скажем, огульно обвинять, что все агентства в эконом-классе себя так ведут. Но встречаются такие ситуации, когда агентство, помимо того, что оно связывает собственника договором эксклюзивным, который, на самом деле, с точки зрения юридической составляющей, имеет много-много вопросов. Потому что, в принципе, никто вас не может ограничить в распоряжении собственной недвижимостью. Совершенно верно, да. Кроме того, агентства берут на хранение оригиналы документов на квартиру. Это тоже такой тонкий момент. Тонкий момент. Большинство людей идут на него, потому что агентства единодушно все-таки заявляют, что они работают только так, либо больше не работают. И в договорах бывает и так. Я лично с этим сталкивался. Клиент обратился к нам. Перед этим он работал с крупным агентством, которое привыкло работать в эконом-сегменте. Хотя квартира у него была такая серьезная, бизнес-класса и так далее. Помимо того, что он не мог забрать эти документы какое-то время, две недели, он еще за досрочное расторжение этого договора должен был выплатить им компенсацию в несколько сот тысяч рублей. Ничего себе. Что, опять же, имеет определенные вопросы со стороны юридической и так далее, и так далее. Но он тем не менее пошел на эти условия? Изначально да. Потом, конечно, когда дошло до дела, он понял, что люди почти год провозили с его квартирой и ничего сделано, по сути, результаты не добились. И когда он сказал им совершенно ровно, что он хотел бы поработать так же и с другими компаниями, там уже с их стороны начались, не побоюсь этого слова, некие наезды и так далее, и так далее. Такого рода не очень красивые манипуляции. Что касается рынка бизнес-класса и элиты, здесь в основном неэксклюзивные договоры. То есть одну квартиру могут продавать 2, 3, 5, иногда даже 10 и больше агентств. Ну это в таком, в хорошем смысле, соревнования, да, это получается? Абсолютно. Это абсолютно здоровая конкуренция. У нас в нашем сообществе, кстати, об этом можно тоже будет сказать, есть риэлторы, есть брокеры. Это вот такое, скажем... Очень интересно, да. В чем разница? Классовое разделение. По большому счету... Причем слово риэлторы во многом случае ругательное, да, уже, так сказать, звучит как... Ну, скажем так, мы немножко подшучиваем в своем кругу, называя друг друга иногда риэлтором, мы предпочитаем брокер. Когда ты говоришь брокер, подразумевает то, что ты работаешь с недвижимостью более высокого класса. Только в этом дело? Ну, по большому счету, по обязанностям, по компетенциям между риэлтором и брокером разница только в названии. По, скажем так, это некая такая классовость. Мы немножко отделяем друг от друга. Я, знаешь, о чем подумал? В принципе, если говорить о неких этимологии, да, происхождении слов, риэлтор это брокер, который конкретно занимается недвижимостью. А брокер это более широкое определение, потому что может быть биржевой брокер, да, может быть брокер по недвижимости, может быть брокер еще. То есть брокер это некий посредник профессиональный просто. Широко, если посмотреть. Согласен, абсолютно. Кроме того, есть такой один интересный аспект. Само название профессии риэлтор, это зарегистрированный товарный знак Российской гильдии риэлторов. А, даже так. Он имеет определенное написание и так далее. Однако, по сути, как бы риэлтором, если ты не сертифицирован от этой гильдией, риэлтором ты называться и не имеешь права называться. Да. Ну, так или иначе, мы не, так скажем, представители нашего сообщества брокерского, мы не страдаем от того, что мы не называемся риэлторами. И немножко вернусь все-таки к договорам. Получается, на мой взгляд, что все-таки общение с собственниками объектов недвижимости на основе неэксклюзивных договоров, это более цивилизованная тема. Дело в том, что существует и на нашем рынке эксклюзивные отношения существуют, но они скорее выстраиваются не на основании неких бумаг, которые мы стараемся подписать клиентам заранее, привязать его как-то. Самое главное, чтобы взять его в жесткие рамки. Просто бывает так, что клиент доволен предыдущей работой твоей, либо он получил рекомендацию от другого клиента, и он обращается в конкретную компанию и говорит, что, ребят, так или иначе, я буду работать только с вами, просто ставлю вам это на вид. Бывают случаи, когда человек говорит, что я с вами работаю ровно полгода, если вы не успеете за это время достичь результата, возможно, я обращусь еще в другие компании. Андрюш, смотри, вот я представляю себе подобную картину. Мы не говорим об эксклюзивности, есть некий, наверное, тоже стоит подчеркнуть, есть некий адекватный клиент, потому что бывают разные вещи, мы не будем говорить о крайностях, есть некий адекватный клиент, вот у него есть объект, он говорит, мне надо его продать вот в известные сроки и за эту сумму, за какую-то сумму. Вы и со сроками, и с суммой согласились, потому что изначально, да, вот мы начали с тобой разговор, ведь есть люди, которые говорят, мне вот надо быстрее и вот за такие деньги. И вы, естественно, вольны сказать сразу же, да, что это, во-первых, не рыночная цена, да, а если тем более быстрее ты хочешь, надо, соответственно, подвинуться и тогда тут все, тут никаких новостей-то нет ни для кого. И тем не менее, смотри, вот такая картина, есть клиент, у него объект, все, все хорошо, он говорит, тебе предложил, не на эксклюзивных, да, отношениях, и предложил еще второму-третьему твоему коллеге. Ну и вы взялись за это дело. И мне интересно вот что, собственно, основным, сейчас скажу, основным способом, что ли, да, решить эту проблему не является ли цена? То есть ты, понятно, найдешь быстрее покупателя, если предложишь самую для него, для покупателя выгодную цену. Вот и все. Чем ты можешь еще, да, отличиться от своих собратьев? Здесь, опять же, мы можем вернуться к тому, что чем выше класс, то тем все-таки выше уровень, так скажем, вот в этой цивилизации отношений. Разумеется, когда человек обращается в несколько агентств, цена одинаковая везде. И мы... То есть вы не допингуете, да? Ни в коем случае. Вы же рекламируете примерно в одних и тех же изданиях. И ты смотришь, вот это наше объявление, условно говоря, я не знаю, как это выглядит на самом деле сейчас. Вот это наше объявление. А рядом стоит такое же объявление моего коллеги об этой же квартире, но там, я не знаю, на 5% дешевле. Дело в том, что дешевле оно может быть только потому, что брокер сбросил, так скажем, часть какой-то своей комиссии. Ну вот он и демпинг. Исходя из того, что на элитном рынке комиссия по сравнению с экономом практически в два раза ниже. Ну это понятно. Да, процент в относительных цифрах, потому что в абсолютных совсем другая, конечно. В принципе, практически не практикуется. Есть какие-то определенные этические моменты. Более или менее мы все друг друга знаем в компаниях и так далее. И ну просто это играть ценой, это то, что обычно не делается. Не делается. Хорошо, хорошо. В таком случае объясни мне, каким образом ты найдешь покупателя быстрее, нежели твои собратья, потому что цену вы не трогаете. Вот вы договорились, что по этой цене все продаем. Какие здесь у тебя могут быть? В первую очередь, это, конечно, маркетинговая стратегия каждой компании, каждого специалиста. Кто-то совершенно правильно это подметил, что по большому счету круг изданий, круг ресурсов более или менее один. Во многом вопрос бюджета. Кто-то у кого-то шире охват рекламный, у кого-то уже. Кто-то использует, кто-то считает, что вот этот источник работает, кто-то нет и так далее. Второе, это вернемся опять же к стилю работы, к психологии и так далее. Это, конечно, экстремальный пример, но бывает так, что клиенты, посмотрев квартиру или обратившись, просто позвонив в одно агентство и получив по квартире некую неудовлетворяющую их информацию, они могут тут же обратиться в другое агентство. И там то же самое, да? Квартиры, но там объяснят иначе. Да, просто им больше нравится. Они понимают, что они вступают в так или иначе некие долгосрочные отношения со специалистом, да? Плюс надо отметить, что опять же люди высокого достатка очень часто весьма привередливы в общении, может обидеть буквально два-три слова лишних не так сказал, и человек просто может о тебе забыть в ту же минуту. Понятно, понятно. То есть опять мы возвращаемся к тому, что специалист, торгующий элиткой, да, как говорят, элитной недвижимостью, бизнес-недвижимостью, все-таки он прежде всего еще и, так сказать, как некий как некая личность, да, должен соответствовать уровню своих клиентов, да, покупателей. Абсолютно, абсолютно. И я совершенно без сомнений могу сказать, что преуспевают на этом рынке те люди, которые обыгрывают других по кадрам. Это хорошая тема, кадры. Сейчас мы слушаем новости, потом продолжим. Уважаемые слушатели, наш эфир продолжается на «Финам.ФМ.Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Иванов, основатель и исполнитель и директор «Квадро Реал Эстейт». Тема нашей программы «Рынок жилой недвижимости города Москвы» и сегмент, который Андрею интересует, которым, собственно, он и работает и является, надо сказать, специалистом в своей области. Это сегмент бизнес-недвижимости или элитной недвижимости, как кому больше нравится. Я напомню на всякий случай, у вас, уважаемые слушатели, или есть возможность присоединиться к нашему разговору, позвонив в студию по телефону 65 10 99 6, код Москвы 495, либо воспользоваться интернет-ресурсом. Это адрес компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мнениями, наблюдениями. Наверняка многие из вас имели однажды какие-то взаимоотношения с риэлтором. Как не ужасно, да, для уха Андрея звучит это слово. С брокером, с брокером недвижимости. Давай вернемся. Вот замечательная тема. Кадры, кадры. Кто работает вообще на этом рынке? Ну, начнем, наверное, с самого низшего звена. Насколько я помню, это агенты по недвижимости, да. Как они, бедные, выживают? Как они зарабатывают? Чем они зарабатывают? Расскажи, пожалуйста, Андрюш. Следует отметить, что в первую очередь, что вне зависимости от класса недвижимости, которым, назовем так, торгует специалист, в любом случае в жилье схема оплаты везде одинаковая. Люди не имеют окладов вообще. Они получают только проценты. Проценты от сделок. Ну, то есть от той комиссии, которую получило агентство, да? Совершенно верно. При этом абсолютно так, скажем, несекретная информация. Можно сказать, сколько платят в эконом-классе, можно сказать, сколько платят в элите. Давай, давай скажем. Более или менее стандартная ставка для эконом-класса, насколько мне известно, это 6-7%. То есть агент, ну или я не знаю, как... Агентство. Назовем так. А, агентство. Агентство берет от цены продажи, да, 6-7%. Совершенно верно. При этом есть такой психологический момент. Никак он на самом деле реально не влияет на продажу. Просто как это воспринимает, допустим, продавец, опять же, той же квартиры. Комиссия может входить в ту сумму, которую называет продавец. Либо она может быть поставлена сверху. Человек говорит, я на руки хочу, грубо говоря, там 15 миллионов рублей за квартиру. Все, что выше сможете, да? Все, что выше, это ваше, да. Извини, пожалуйста. Сразу тонкий вопрос. Тонкий, извини, может быть, он прозвучит не очень корректно, но тем не менее, я прекрасно знаю, представляю, по крайней мере, да, это бывает, может быть, не так часто. Смотри. Я подписываю с агентством договор о продаже квартиры. Мы оговариваем, да, вот квартира продается, и суммы продажи минус, ну, те же сами, 6%, забирай себе агентство. Все остальное твое. Все остальное твое. При этом агентство, ну, опять не буду говорить, очень часто, не очень часто, ну, такое бывает, по крайней мере, при этом агентство пытается еще заработать и на покупателей моей квартиры, объявляя мне одну сумму, а с покупателя, ну, как говорят в таких случаях, с покупателя, закрывая еще какой-то кусочек. Вот это, к этому как относиться? Это нормальный бизнес-процесс, или все-таки это уже некое лукавство, если не сказать другое слово. Знаешь, во-первых, спасибо за вопрос. Я удивлен такой осведомленностью. Но, собственно, та схема, которую ты описал, она, опять же, типична для эконом-класса. Я ни в коем случае сейчас не хотел бы, так скажем, как-то очернить людей, которые работают. Но мы просто говорим о фактической ситуации. И там просто, наверное, есть больше таких возможностей. Для этого возможностей есть больше. Я бы сказал так, что вот рассказы о прикрытии комиссии и так далее, это скорее какие-то экстремальные такие варианты. В эконом-классе совершенно нормальным считается, когда клиент, который продает, платит своему агенту, а клиент, который приходит, допустим, покупать или арендовать, он платит своему агенту. Как бы каждый платит своему специалисту, никаких тут вопросов быть не может и так далее. Что касается, опять же, бизнес-класса, элитного класса, так сложилось. Мы все живем в этих реалиях уже долгие годы. У нас платит всегда владелец. Тот человек, который приходит купить, тот человек, который приходит арендовать. 95-97% клиентов, они не платят. Это считается абсолютно нормальным. Те моменты, когда они действительно могут что-то заплатить, когда человек, допустим, ставит достаточно сложную задачу, и мы понимаем, что времени на обработку, на достижение результата уйдет в разы больше. Тогда мы можем сказать, что, несмотря на общепринятые правила на нашем рынке, мы вынуждены попросить заплатить комиссию нам. И это я говорю о комиссии с приходящего клиента, который хочет что-то приобрести или снять, допустим. Вот такая разница. Мы подходим к такой мысли, она, возможно, не очень приятно звучит, но люди скромного достатка платят в разы больше. — Именно потому, что на рынке неэлитной эконом-класса возможны подобные манипуляции. И в результате получается... — Манипуляции или нет, просто есть сложившаяся практика. Сложившаяся практика эконома, как я уже говорил, брать с обоих клиентов. Если на элите в лоб предложить клиенту, который звонит в какую-то комиссию, он просто положит трубку. — Я понял. Ну и еще я предположу, что когда объект недвижимости стоит в разы дороже, я имею в виду элитный объект, чем квартира эконом-класса, там просто суммы настолько серьезные, что любая попытка каким-то образом где-то чего-то скрыть, где-то чего-то недоговорить, просто она никем не приветствуется, и агентство на это не пойдет, правильно? И там люди считают. — Абсолютно так, хотя и на рынке эконом-класса если с людьми разговаривают открыто и говорят, что вы платите оговоренную сумму заранее, люди могут принять или не принять ситуацию. Дальше они ведут себя обычно нормально. Я просто общаюсь с коллегами, так скажем, и из эконом-сегмента. Если же люди в любом сегменте видят, что где-то есть какие-то недоговоренности, недомовки, тем более касается финансовых вопросов, можно не только потерять одного клиента. — Да, это риск репутационный сразу. — Можно просто испортить репутацию сразу. — Конечно, конечно. Самый большой риск всегда, особенно в бизнесе, связанном с посредством, это возможность, не договорив что-то, я имею в виду про деньги, соответственно, потерять клиентов навсегда. Вернемся, Андрюш, давай вернемся, собственно, к специалистам, тем людям, которые занимаются недвижимостью, как они живут, как они выживают. Ну и опять вот начнем с того, что в подавляющем большинстве случаев, все, кто работает, и у тебя в агентстве в частности, не получают зарплаты. Не получают зарплаты. Волка ноги кормят, наверное, в этом случае будет уместно сказать. — Абсолютно так. В первую очередь люди, которые приходят в недвижимость и остаются там не на полгода или год, а дольше, которые выживают, не побоюсь этого слова, — это по натуре успешные селзы. Таких людей обычно не пугает отсутствие оклада. Они готовы работать либо с маленьким окладом, ну я касаюсь, так скажем, других каких-то областей, либо готовы работать вообще без оклада, понимая, что в случае, если они будут успешны в своей профессии, их вознаграждение будет достаточно велико. Сразу хочу отметить, что агент получает по результатам сделки, ну, скажем так, опытный агент, который уже находится на неком таком хорошем уровне, на хорошем счету в компании, он получает от 25% до 40-45% со сделки. — Вот эта вилка, она от чего зависит? Именно от профессионализма, да? Или есть план какой-то у каждого агента, который выполняется, и, соответственно, при перевыполнении поднимается этот процент? — Каждая компания устанавливает свои нормы. Кто-то работает, привязывая все к плану, кто-то работает, привязывая, делая какие-то, так скажем, градации в должностях. На этой должности ты получаешь столько процентов, так скажем, получил повышение, получаешь больше процентов. — Повышение, опять-таки, будет зависеть от того, сколько денег ты в агентстве принес прежде всего, правильно? — Во многом да, во многом да, потому что у нас в профессии, опять же, если человек не делает сделок, он может быть великолепным переговорщиком, он может быть квалифицированным юристом и так далее. — И просто хорошим человеком, кстати, он может быть, правильно? — Совершенно верно. — Симпатичным. — Совершенно верно. Но при этом он будет просто бесполезен, и бизнес очень жесткий. В первую очередь люди сами уходят, когда не преуспевают, опять же, по причине того, что никакой стабильности в этой профессии нет. — Совершенно верно. То есть ты не получаешь 5-го, 20-го, как это было в известные времена, аванс и зарплату, и знаешь прекрасно, я просижу сегодня целый день, ничего не сделал, или пытался сделать, у меня ничего не получилось, не срослось и так далее. Потом зарплату все равно я получу, придет день волшебный, у меня будут деньги. А тут не так. Это хорошо, кстати, или плохо? Смотри, вот если порассуждать опять с точки зрения мотивации, мы всегда говорим, что мотиватор, это вещь, особенно в рыночных условиях, это вещь первостепенная. Она заставляет шевелиться, двигаться вперед, учиться, что-то добиваться. Вот с этой точки зрения, если смотреть на специалиста рынка недвижимости, это хорошо или плохо? Отсутствие гарантии, отсутствие стабильности. — Наверное, это как и любая ситуация имеет две стороны. С точки зрения душевного спокойствия, это определенно плохо. — Плохо, да. — Потому что нередки ситуации, когда человек успешно работает на протяжении 5 лет, 10 лет в профессии, и потом у него совершенно спокойно может быть провал на 6-9 до года, и все равно люди остаются в профессии. Разумные люди, разумные сотрудники, они понимают, что вот этих гарантий не существует, рынок может сыграть злую шутку, уж на то пошло. Конечно, они более грамотно, чем, скажем так, средний человек распоряжаются своими накоплениями. — То есть они понимают это, да? Заработав какую-то сумму, я знаю, что все равно у меня подушка безопасности должна быть, потому что, ну, всякое может быть. Вот сейчас мне прет, 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 а потом непрухо полгода без сделок я сижу, да? И что мне сделать? У меня есть подушка безопасности. — Совершенно верно. Так поступают разумные люди, хотя полно примеров, когда люди, сам лично видел, люди, попадая в профессию, действительно, есть везде элемент удачи. и действительно удачная сделка, крупная сделка, человек получает большие деньги в элитной недвижимости. — Это серьезные суммы. — Это нормально, это серьезные суммы. И человек, который до этого был более чем скромного достатка, он, допустим, имеет возможность сразу купить дорогую машину. — Да, да. Я вот тоже об этом подумал. — Пример, пример. — Сразу себе Поршик такой подержанный взял, и ты чемпион. А потом? — Ну, Поршик там или Маздочку. — Не важно, не суть. — Не суть, но бывает так, что сначала человек приобретает автомобиль, конечно, все его поздравляют. Через какое-то время он на нем не ездит, говоря, что, собственно, метро-то оно лучше. — Конечно, на бензин же не надо тратиться. — На самом деле просто нет денег на бензин. — Понялась. — Такие истории бывают. Они не, так скажем, в тех или иных, так скажем, форматах, они повторяются постоянно. Проведу, опять же, я какое-то время работал на фондовом рынке, проведу параллель и с фондовым рынком. — Это приятно слышать, кстати, мне вот не рассказывали, что у тебя есть опыт биржевой торговли. — Я вообще начинал работать в инвестиционных компаниях. Я, не имея еще высшего образования, уже получил, притом сдал сам, аттестат в КЦБ 1.0. — Ну, у тебя есть, да? — Да, совершенно верно. Единственное, чем я не занимался, я не торговал непосредственно ценными бумагами, я работал в бэк-офисе, и потом я стал сейлзом, собственно, продавал различные продукты. Но это, так скажем, тема отдельного разговора. — Да. Вернемся, наверное... — Я тебя как-нибудь приглашу на сухой остаток тогда. Обычно вот там аналитики, да, ведущие, московские, вот, в частности, в качестве аналитика тебя приглашу на сухой остаток. Поговорим о фондовом рынке. — Буду благодарен. Мне эта действительно тема остается интересна, и я занимаюсь, так скажем, параллельно с основной работой. — И, кстати, вот возвращаясь, давай, у нас немного времени до следующего перерыва, два слова я скажу, возвращаясь к идее, да, что есть брокер, профессиональный посредник, я думаю, что во многом вот эта хватка профессиональная, да, то есть посредник, профессиональный, в каких-то финансовых операциях она могла у тебя появиться как раз с фондового рынка. Это нормально, что называется. Сейчас мы прервемся, послушаем новость. Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор а точнее заканчивая, 12 минут осталось у нас, к сожалению, потому что, видите, мы все больше и больше находим общих тем в разговоре с моим сегодняшним гостем. Я напомню, в гостях Андрей Иванов, основатель, исполнительный директор «Квадро Реал Эстейт», тема нашей программы «Рынок жилой недвижимости», ее бизнес и элитный сегмент. Ну, Андрюш, давай сразу продолжим. Итак, вот в разговоре о профессии, о специфике этой самой профессии мы пришли опять к тому самому мнению, к тому выводу, о котором уже звучал сегодня неоднократно, что, чтобы быть успешным в профессии, во-первых, нужны определенные коммуникативные навыки и, тем более, если мы говорим о сегменте элитного, элитной недвижимости, где все-таки, надо говорить, что люди обладают приличными средствами и, соответственно, рассчитывают на многое с точки зрения получения услуги. Твой рассказ о том, как ты в эту профессию пришел после того, как занимался брокерскими продажами на инвестиционной компании, в банках, в инвестиционных, это очень интересно. Вот как ты считаешь, это прямая взаимосвязь, да? Взаимосвязь в моем случае абсолютно точно прямая. те навыки, которые я получал как сейлс в финансовой сфере, они сейчас, я их, используя такое слово, монетизирую активно. Я хотел бы еще пару слов сказать все-таки о представителях нашей специальности. Очень часто от клиентов в любом сегменте можно услышать, что вот вы берете такие деньги, за что непонятно, неужели там сложно сделать сделку и так далее. Следует отметить, что хороший брокер либо хороший риэлтор, неважно, это не только компетентный сейлс. Это узкоспециализированный, но достаточно знающий юрист. Это квалифицированный налоговик в части налогообложения недвижимости. И еще можно приводить целый ряд смежных сфер, и везде человек должен ориентироваться хорошо. Как говорится, надо ковать железо, пока горячо, когда ты работаешь с клиентом, надо в одном, так скажем, он смотрит на тебя, как на представителя компании, и нельзя показать, что здесь ты не можешь ему, так скажем, ответить на какой-то вопрос. Хотя, с другой стороны, хочу сказать, что, опять же, преуспевающие компании на рынке это сильные команды. Там есть отдельно уже юристы, там есть отдельно налоговики и так далее. То есть, опять же, это вопрос команды. это уже, так сказать, некое разделение труда, как водится. Так или иначе. Я занимаюсь этим, я занимаюсь этим, я занимаюсь этим, а компания поменьше, или если ты частный предприниматель, то он пытается, да, вот, все эти профессии, все эти знания в себе одном объединить. Так или иначе, да. Я, знаешь, еще о чем подумал, ну, опять-таки, если ты не согласишься, смотри, поскольку риэлтор, все-таки, это прежде всего человек, который общается, да, вот, коммуникативно, составляешь у него на первом месте. Я подумал о том, что, может быть, даже, кстати, в западной практике это и существует, ну, условно говоря, вот у меня или у моей семьи есть персональный врач, у меня есть персональный, ну, условно говоря, юрист-адвокат, у меня есть персональный риэлтор, потому что вот все это, это, мне кажется, как бы, вещь одного порядка, да, врач настолько знает человека, ну, с точки зрения здоровья, да, что, естественно, имеет возможность в каждую конкретную минуту оказать ему поддержку. Юрист, настолько знает, да, твою, так сказать, подноготную, жизненную, твои все перипетии семейные, что готов в любой момент поддерживать. И риэлтор то же самое, да, он насколько знает твои тонкости семей, вот в частности, то ты обращаешься к нему, и он оказывает тебе поддержку. В случае с риэлтором или брокером это абсолютно аналогичная ситуация. Ты провел абсолютно правильные примеры. Я, в свою очередь, так скажем, далеко ходить не надо, могу привести как пример второго директора нашей компании, это Юна Брежнева, она 11 лет занимается только элитной недвижимостью, именно квартирами. И основная база, так скажем, ее клиентов, это действительно люди, которые работают постоянно только с ней. И это уже во многом не клиенты, это даже друзья. Друзья, да, это в хорошем смысле член семьи уже, потому что действительно, да, у меня есть, постоянно же возникают, да, проблемы, со здоровьем, б, с какими-то юридическими вопросами, и, с, проблемы, вот, с жильем, либо, да, или с какой-то недвижимостью. Я всегда знаю, у меня есть человек, который всегда поможет ответить на вопрос. Совершенно верно. Те, кто приобретает постоянных клиентов, они, собственно говоря, преуспевают. И я, как резюмируя наш разговор о кадровом составе, назовем это так, хотел ответить на твой вопрос по поводу того, является ли еще мотивация денежная основной на этом рынке. Могу сказать так, что те люди, которые закрепляются, преуспевают, конечно, изначально они приходят за деньгами. Потом они уже свыкаются с этими суммами, которые нерегулярно, но поступают к ним. Частенько у них появляются не только приличные автомобили, но уже квартиры бизнес-класса, у особо успешных квартир элитного уровня. При том, что в отличие от многих товарищей, у нашего брата это зарабатывается честным трудом, кровью и потом. Честным, тяжелым трудом. Тяжелейшим, да. Так или иначе, люди приходят за деньгами, но остаются ради драйва. Большинство коллег, которых можно причислить к категории звезд, у нас есть такие, я с ними общаюсь в разных абсолютно компаниях, все всегда не сговариваются, говорят одно и то же, что я не могу жить без сделок не ради вот этой комиссии, а ради того, что когда я получаю результат и вижу благодарные глаза клиента, слышу слова благодарности, для меня это просто то, с чем я ничего сравнить не могу. Я соглашусь, безусловно, то есть результат в конечном итоге всегда создает новую мотивацию, стимулирует к дальнейшему движению, это логично, но тем не менее, смотри, учитывая твой рассказ, у меня вдруг такой вопрос возник, все же не хочу никого обидеть, но тем не менее, несмотря на огромное количество знаний и умений риэлтора или брокера по недвижимости, или агента, неважно, все-таки можно сказать, что это, ну давай так, я предложу, ты меня поправь, это не совсем квалифицированный труд, можно так сказать? Абсолютно, дело в том, что на рынке, ну то есть у нас нет учебного знания, который риэлторов, правильно, у меня нет диплома риэлтора, ну сертификат это нормально, совершенно верно, если посмотреть с точки зрения общепринятых стандартов, у многих риэлторов, у них весьма такое, высшее образование, оно может даже отсутствовать, при этом человек может быть абсолютно успешен, и в своей сфере даст фору выпускнику там элитного вуза, и даже работающему в этой сфере человеку. Вполне, я с тобой согласен, только я вопрос-то, значит, какой хотел бы сформулировать, безусловно, еще раз повторю, да, деньги, деньги, это сильная мотивация, но когда какой-то уровень пройден, вот этот материальный, наверняка ведь, тем более успешного человека, который зарабатывает деньги, который видит, да, что у него получается что-то, что у других не получается, причем достаточно большое, он, наверное, все-таки вот к самооценке своей возвращается и говорит, ну че же, вот я, кто я, я агент, я зарабатываю прилично, у меня нет вышки, у меня нет профессии, если вот с такой, с большой точки зрения. Вот это не становится в какой-то момент такой, какой-то парадоксальной историей, когда народ начинает метаться там внутри себя? Знаешь, знаешь, здесь все зависит на самом деле от человека. Сразу можно отметить, что большинство людей в нашей профессии, они в некотором роде предприниматели, и даже получая эту комиссию, они юридически являются индивидуальными предпринимателями, потому что иная форма взаимодействия без выплаты зарплаты у нас в государстве не предусмотрена. И как, ты знаешь, есть предприниматели, если говорить о предпринимателях, которые говорят, что необходимо иметь одно-два высших образования для того, чтобы быть успешным в бизнесе. Есть предприниматели, которые наоборот говорят, что у меня нет высшего образования, и вам не советую, так скажем, особо сильно упираться в этот вопрос. Будьте успешны в первую очередь в профессии, в зарабатывании денег, в работе с клиентами, потом все остальное это уже, так скажем... Ну, то есть это вопрос отношения личностного, да? Абсолютно. Я себя комфортно чувствую вот в этой ипостаси, да? У меня нет вышки, но я зарабатываю прилично, у меня семья, я смотрю с уверенностью в завтрашний день, это нормально. А кто-то начинает по этому поводу переживать, у него есть возможность, наверное, что-то изменить. Абсолютно так. Я думаю, что успешно кормить, так скажем, свою семью немножко лучше в бытовом понимании, чем иметь три диплома и иметь возможности... Я с тобой соглашусь, если посмотришь, подкорректирую. Это важнее все же, да? Вот с социальной точки зрения, да, содержать семью и давать, так сказать, дорогу своим детям и то, чтобы у них был уверен завтрашний день, это гораздо важнее, нежели размахивать дипломами ходить, да, а ничего этого не имея. Согласен с тобой. Времени немного, Андрюш, у меня к тебе просьба, по крайней мере, вот мы с тобой много запланировали, не обо всем поговорили, нехти практических советов для наших слушателей, которые наверняка будут обращаться за этой помощью. Я тогда постараюсь сделать это в режиме блиц. Во-первых, продавцам я хочу посоветовать следить за динамикой просмотров их квартир. Если выставлена квартира на рынок, и при этом они за полгода, и допустим, с квартирой работает пять агентств, и они за полгода не видели ни одного живого клиента, не бывает так, что все пять агентств плохие. Значит, цена, и рынок им говорит, что твоя цена слишком высока, надо ее оперативно пересматривать. Что касается покупателей, им, наверное, я хотел бы порекомендовать более часто прислушиваться к мнению специалиста, с которым они работают. Если уж они ему доверились, то надо дать ему возможность проявить свои профессиональные качества. В данном случае он может помочь покупателю сделать выбор в конечном итоге, правильно? Да, потому что многие покупатели выходят на рынок с какими-то ложными представлениями. Либо с размытыми. Вроде мне что-то хочется, а чего я и не знаю. Совершенно верно. Ну, особенно опасная ситуация, когда человек, так скажем, прицелившись на какой-то район, предположим, думает, что там можно купить по цене пять тысяч за квадратный метр, а любой специалист ему скажет, что, допустим, ниже восьми там не найдешь ничего. Чем быстрее он это услышит, тем быстрее будет результат. Совершенно верно. Хочу также коснуться аренды жилья и обратить внимание собственников, которые сдают квартиры в аренду, вне зависимости от получаемого дохода, маленькую ли квартиру они сдают или несколько огромных элитных квартир, все-таки имеет смысл обращаться к компетентным агентам, компетентные риелторские компании, которые смогут их проконсультировать по поводу абсолютно выстраивания абсолютно белой схемы сдачи квартир в аренду. Последнее время правительство Москвы все чаще и чаще обращает свой взор на этот так скажем сегмент рынка, на рынок аренды жилья и я так думаю, что в ближайший год-два мы реально можем увидеть какие-то санкции против недобросовестных так скажем арендодателей. в данном случае речь идет о неуплате налога, да? Совершенно верно, иногда люди думают, что он обязан всегда платить 13%, а забывая по факту, что достаточно оформить ТП и платить например 6%, это элементарные вещи, однако многие люди даже работая с элитным сегментом забывают об этом. Андрюш, спасибо тебе огромное, уважаемые слушатели, к сожалению, время заканчивается, у нас огромное количество еще вопросов с Андреем осталось, но я думаю, мы не последний раз в эфире, значит, я напомню, в гостях сегодня был Андрей Иванов, основатель и исполнительный директор Куадро и Алэстейт, спасибо тебе за то, что ты нашел время сегодня нас посетить, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов в бизнесе.